здравствуйте друзья и мы продолжаем наше приключение в рамках замечательной компьютерной игры на море и не могу сами не поделиться радостью теперь счастливый обладатель стимовской версии она к счастью совершенно без проблем интегрировалась с теми сейвами которые у меня уже были и давайте я сейчас очень такую одну вещь хочу проверить я прочитал что ой мой извините извините это вообще это вообще не то так сейчас лодгейм ну конечно конечно андеркиндом фу фу я же испугался подумал что ладно не будем не будем о плохом подумал что что с сейвами случилось уже знаете в груди засаднила но нет все в порядке вот оно наше ведь царство правильно да вот она наша царство все чудесно вот он наш зоргморт отчаянный защитник защитник государства я прочитал что вот это было связано с возникшим косяком но должно было быть исправлено по идее да он сейчас побежал экипироваться уже молодец со щитом и стопором все чудесно а то что я хотел проверить это дал должен был должен да новый зум появился во первых можно сильнее приблизить вот как сейчас максимально ну по сути получается что вот это то как я раньше играл можно сильнее приблизить а отдаленный вариант он в общем то остался неизменным насколько я могу судить ну что ж ладно продолжим итак чем бы нам тут заняться в перспективе я бы хотел проверить одну свою интересную теорию которая мною была выдвинута в комментариях предыдущему видео о чем я говорю это как можно регулировать уровень продовольствия можно попытаться кормить гномов исключительно хлебом и пивом для этого нам потребуется только зерно а зерно не считается едой и таким образом мы сможем счетчики еды и питья держать на том уровне на котором нам будет нужно и они не будут бесконечно расти и соответственно привлекать муравьишек а это я считаю значительным все таки плюсом но посмотрим же что у нас здесь происходит тут у нас были наши великие штольни в которых было добыто немало меди и серебра но пора заняться уже наверное изучением следующего уровня и так проведем ультразвуковую разведку поставим пусть они там бегают по делам по каким-нибудь своим гномьям а мы пока здесь осмотримся вот прям от сих до сих посмотрим где тут у нас ну слабоват конечно от уровень хотя вот здесь очевидны залежи меди наблюдаются тут у нас залегает вот тут залегает вот тут у нас есть еще некая жила было бы неплохо с нею ознакомиться для этого можно просто сквозную шахту прорыть примерно вот сюда и тогда мы пойдем как раз в жилу а если продолжить ее вот до сюда то можно найти еще некий минерал я не буду пытаться поймать наверное все вот эти штуки но вот вот этот островок думаю что меди мне кажется стоит разведать итак мы с вами выяснили что стоит копать вот сюда я буду копать вот шириной в один тайл в один кубик если хотите поближе давайте посмотрим поближе это происходит уже копают достаточно быстро но давайте ускоримся чтобы копали еще быстрее они даже таскают камень оперативно тоже чудесно хотя и в общем то не так уж мне этот камень сейчас необходим ну да ладно мне еще спасибо большое посоветовали как снизить риск возникновения в моем подземелье големов я обязательно да вот мы напали на жилу меди как раз в том месте в котором она и ожидалась до тиреин дик смотрим да именно здесь причем стоит стоит копнуть наверное еще в сторону чтобы и здесь провести некоторую разведывательную работу и посмотрим то о чем я говорю с учетом так медленно идет что-то не так бедненький что с тобой а просто за просто застрял ну ничего страшного так о родился як ну как я уже написал это сейчас уже не такое знаменательное событие так не то выбрал не такое знаменательное событие как это было ранее хотя конечно все равно приятно когда як рождается потому что новый як это ж в перспективе новое мясо новые кости а это уголек да уголек ведь вот у меня проблема я здесь не очень хорошо различаю уголь олово железо тоже для меня почему-то не всегда очевидно прямо так визуально что из них чем является так это все скопаем о и драгоценные камушки тоже здесь так это совершенно замечательно все их тоже берем и тут у нас еще 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 один як что ли родился о а это я хелп нажал по ночь только у нифига себе как ивенты изменились 2 як родился да где-то здесь у нас да вот у нас был сохраненный экран на этом на том уровне сейчас он переходит на этот уровень так а что такое чего нас тут красное перепроизводство до у нас перепроизводство и либо нет склада либо нет склада предназначено для металлов давайте на всякий случай проверим так тогда все слитки тоже сюда складываем я видимо действительно не определил для себя изначально склад для слитков дополнительная потому сейчас оказался в такой ситуации ну ничего они сейчас побегут и эту проблемку живенько исправят все а мы можем заняться даже стало неудобно вдруг так shift 1 смотрим у нас тут яки лазят как себя чувствует это пастбище на нем поголовье 10 яков из 14 неплохо 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 яки постепенно размножаются добываем драгоценные камни я решил попытаться о вас сколько меди блин найти по голову а где-то где-то тут была жила да еще одна давайте-ка проведем геолога разведку так что я опять не точно выбираю дик грамм а нет все все правильно выбрал наверно пройти через вот эту залежу и напасть сюда вот я очень честно говоря хочу пройти через эти залежи потому что мне кажется что это может оказаться что-нибудь стоящее давайте вот так пройдем сюда привлечем где у нас должен же быть конча шахтера шахтер это все судя по всему объявили все оба шахтера объявили сам час как только настало утро ну что ты так приоделся парнишка похоже что приоделся да приоделся хоть и во всей меди но вот он рогал дорн точнее его тело черт побери как жаль паренька а мог бы еще пригодиться нашему царству государству так наверное нужно бы мне уже потихоньку начинать строить план о том как мне перейти полностью на зерно а кстати по поводу зерна давайте-ка посмотрим что у меня творится в запасах зерновых так вот вот вкладка food да действительно мясо является едой поэтому исключительно на мясе жить сложно на производстве мяса ну то есть можно но нужно рассчитывать производственные циклы и прочие 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 все эти сложные вещи а это не самая простая и интересная задача так вот что касается зерна зерно как видите не является едой а потому его можно хранить в неограниченных количествах насколько я себе по крайней мере предполагаю а это значит что можно будет повторюсь держать уровне еды и питья на необходимом нам уровне при естественно достаточном уровне производства зерна но встает одна проблема проблема это называется зима на зиму нам обязательно нужно будет так пора выставлять ящички на зиму нам с вами друзья обязательно нужно будет заготавливать в достаточных количествах сколько у меня ящиков но ну два ладно в принципе два хотя бы поставьте в достаточных количествах нужно будет заготавливать зерно чтобы не оказаться в ситуации когда вдруг посреди зимы закончилось зерно и кушать то нашим гномиком больше нечего это было бы большой проблемой но это же и является очень интересной перспективой кажется так здесь у нас залежи уголь да что такое то блин ну ладно то ли я забыл как здесь управляется интерфейс то ли чё ладно проведем геологоразведку еще одну отсюда и смотрим как бы мне напасть на эту жилу ну скажем где-то 55 еще вверх тайлов и все и вбок даже 6 возьму и до самого края все вот сюда беги беги парень сушь там хорошо попай давайте посмотрим это клонг может быть наш нет это шахтер юрист я буду называть его куриц у него майнинг 42 конечно уже мастер раскопок а камни таскаем ко мне не особо таскаем ну ладно они все равно не нужны так на что же мы сейчас напоримся мне бы очень сильно хотелось чтобы вместе с рождением нового яка ко мне поступила весть о том что мы нашли залежи олова но нет это снова залежи меди да что ж мне с ними делать я наверное из меди начну не знаю монеты что ли клепать или или кольца может быть кольца действительно начну клепать из меди потому что мне потому что мне очень много меди вы сами это видите мне нужно куда-то девать мне столько меди по большому счету тут даже и не нужно вот было бы олова бронза то мне бы пригодилась хотя конечно в любом случае нужно как можно быстрее стремиться к залежим железа вот железо это действительно то что нужно но железа пока нет а потому будем радоваться тому что имеем а имеем мы сейчас медь в больших количествах и в свободном доступе в нашем гномием королевстве так но мне сначала те тяжело выработаю потом уже пойду надо все-таки оставаться последовательным правителем принимать верные решения здесь у нас уголь небольшую площадь раскопаем это для наших шахтеров все равно совершенно не является трудностью все добываем дальше лично угольки еще медь и еще медь так сюда будем расчищать пространство я конечно более правильно пожалуй было бы пользоваться услугами геолога разведки до чтобы как-то заранее скажем так разметить но не знаю мне не хочется это это будет очень долго представлять посмотреть разметить посмотреть разметить никому это надо кто на это будет смотреть я бы не стал на это смотреть поэтому и и вам показывать не буду сколько мне меди вообще надо как-нибудь подвести статистику небольшую а вот здесь я все-таки посмотрю вот здесь я все-таки посмотрю так дик да что да как рамп рамп даун посмотрим туда копнуть давайте копнем где-то вот сюда да насколько я помню так тут все спокойно там у меня на поверхности гоблины очевидно шалят с едой все совершенно замечательно я лично даже больше надеялся что это не медь окажется а уголь здесь кстати по поводу угля давайте-ка посмотрим а что у нас 22 не так много но она и понятно потому что его у меня сейчас постоянно используют 76 руды и полагая что большая часть это медь это даже вообще вся руда что у меня есть является медной и все слитки 60 медных слитков этого хватит совершенно точно на одну полную экипировку по крайней мере надо на один полный комплект брони этого должно хватить у меня еще есть у меня еще есть руда посадок и переплавят то точно хватит на один комплект но черт побери я не хочу делать один комплект еще медный я бы очень хотел как можно быстрее перейти на бронзу для этого нужно олова там мне бы дождаться весны весной придут новые торговцы и есть вероятность что у них окажутся интересные руды например то же самое олова хотя и не помню продает ли торговцы олова по моему по моему продают мне кажется должны торговцы продавать олова тогда я конечно же постараюсь у них это олова скупить просто таки массово скупить у них это олова и наделать из него как можно больше бронзы вот что мне нужно так давайте скапывайте это тоже длинная ли тут жила мне кажется вроде бы здесь же была какая-то большая жила наверное она просто с перерывом ну ладно к этому в любом случае еще вернемся этот этаж я забрасывать не стану он мне еще совершенно точно пригодится скапывать и вот так еще скапывать и вот так тоже скапывать и все скапывайте мне нужна эта медь потому что да в конце концов на самом деле что я привередничаю ну не сделаю я из нее брони я всегда могу из нее наделать не знаю на крайний случай из нее можно наделать полы просто-напросто для моих гном их комнат будущих и тогда гномы будут ну просто счастливы если будут ходить по медным полам это же для них прямо я не знаю наслаждение ходить по металлическому полу пусть даже он не какой-нибудь там стальной а просто-напросто медный а может быть мне воспользоваться так давайте вот на следующий день я вырублю эти деревья это мне даст некоторую часть дерева некоторое количество дерево и расширит немного мою территорию я хочу просто расширить посадки дерева у меня же вроде бы есть саженцы сейчас проверю по моему у меня были саженцы так это у нас в этом разделе да у меня мягко говоря в достатке саженцев этого хватит еще на квадрат 10 на 12 а здесь у нас сколько квадрат точнее все чем 18 17 17 17 это ну где-то на 4 на 5 точно должен на 5 на 5 на 5 6 вот вот так вот я еще смогу высадить дерево я думаю что это уже будет неплохими такими посадками что у нас на подпище творится по-прежнему по голове 10 яков хотя несколько родилось видимо все родившиеся оказались самцами ну что ж по крайней мере они обеспечили мое королевство таким образом мясом так и надо построить еще мастерских потому что будем готовиться к лету загодя ну не загода за полгода сейчас у нас зима так что не туда залез вот в аркшоп market стелл у нас должны быть по идее и стулья и столы я построю вот 8 сейчас мастерских у меня есть к счастью свободные гномы которые на текущий момент способны изготовить мне дополнительные столы и стулья и тогда у меня будет восемь стоянок для торговцев а больше 8 торговцев как я уже говорил я лично здесь не встречал так что я думаю что мне этого хватит надолго вообще сильно сомневаюсь что ко мне придет даже 8 из них так а где у нас тут обработчик металла я хотел попробовать нет это не у кузнеца это смелтер это никто вот здесь работают по металлу я хочу знаете что сделать сделать медную статуэтку и сделать медную монету ну правда я хочу просто сравнить их по стоимости будет ли между ними какая-то разница в стоимости потому что материал то одинаковые количество одинаково но правда сравнить будет не так просто по той причине что они могут оказаться разного качества поэтому по хорошему мне бы нужно было сделать их а давайте я действительно сделаю ну скажем по три статуэтки еще две и еще две монетки и тогда у нас будет три монетки и три статуэтки велика вероятность того что ну уж что хотя бы 2 из них совпадет и будут одинакового качества тогда я смогу понять что лучше изготавливать на продажу монетки из определенного материала или статуэтки из определенного материала я думаю что это и вам может оказаться полезным так что давайте такой эксперимент проведем что у нас подождите а почему карпантер стал и делает мне показалось стик стик тейбл фабилл джо подождите почему так это неправильно это неправильно так карпантер ты не делаешь столы столы должен делать черт побери каменщик да небольшой фейл произошел но ладно ничего страшного но конечно жаль что на таких на такое вот ненужное дело было потрачено драгоценная древесина так и я хотел в этот день осмотреться и расширить территорию до день то уже в разгаре даже более даже больше можно сказать уже скоро закат наступит я сейчас осмотрюсь на предмет каких-нибудь врагов потому что мне бы не хотелось потерять еще одного и на текущий момент единственного бойца но по моему мне кажется я не вижу никакой угрозы да мне кажется я не вижу никакой угрозы поэтому мы сейчас делаем следующее здесь ставим склад точнее скат склад что же говорит там все это мы поставили тут живенько выпиливаем деревья назначаем назначаем выпиливание деревьев так валить деревья надеюсь мои не захватит нет мои вроде бы не захватила надеюсь успеем ладно хотя бы свалить деревья то мы точно успеем я думаю все побежали все быстро валить деревья таскать древесину черт единственное что здесь вот наверное еще придется таскать еду с этих и у меня один дровосек да прекрасно прекрасно один дровосек да и тот судя по всему не опыт конечно не очень вовремя я придумал себе эту задачу ничего не скажешь придется ее наверняка отменять потому что одно дерево за два часа это не дело а ночью придут какие-нибудь гоблины черт да что же такое как только задашься какими-нибудь наполеоновскими планами по расширению собственного царства так сразу тебя и обламывают а копать а копать давайте а давайте проверим можно ли копать эти тайлы как ни странно копать то их можно но как я пол буду снимать да что ж такое да ну ладно хотя бы так на самом деле это не самый плохой вариант так и так 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 вот это сейчас сейчас быстренько нужно отменить эту работу всю эту работу отменяем здесь скат нужно снести этот ты уходи и вот этот вот где у нас было где-то тут у нас было я к сожалению не помню вот remove ramp все давайте быстро кто-нибудь прибежал убрал и все все хорошо придется мне конечно довольно таки муторно потом заниматься сбором вот этих полов потому что это может вызвать некоторые проблемы ничего я их отдельными линиями просто буду назначать постепенно жаль что не получилось конечно их все это сейчас скопать как и планировал но ладно так у нас там монетки изготовились по-моему я сейчас не смогу увидеть их ценность при великому своему сожалению но ничего как нибудь мы с этим справимся и смиримся так а вы мои производственные циклы почему в приоритете именно плотник вот этим месяц у него пришлось убрать функцию выполнение задания автоматического почему почему здесь не делаются стал и вот так вот на секундочку главное каменные блоки у меня есть но стал и почему-то не делаются меня это немного смущает давайте я попробую немножко схитрить вот эти мастерские отменить и просто поставить новое так мастерские отменить все сюда и сюда мне кажется я знаю в чем проблема проблема в том что у меня сейчас вот этот один стол есть как бы мне его уничтожить черт побери могу ли как нибудь уничтожить этот стол совершенно очевидно не могу ну ладно что же делать придется здесь у каменщика назначить просто 4 не сорок четверку четверку все вот теперь он пойдет дело было в том что у меня три стола то есть но из них два каменных один деревянный а для того чтобы изготовить мастерскую нужно три одинаковых стола вот в чем загвоздка и давайте выставим сюда парочку ящиков сушите с кем-то гоблин то дерется интересно судя по всему меня тут гоблины подрались с ящерицами потому что до этого у меня было сообщение о том что в вода что что такое-то случилось ничего себе не хочу знать честное слово тут это было побоище прямо фу и вот настает утро сейчас на закате немного осмотримся точнее на восходе посмотрим что же тут творится кто кто закусал вот этого гоблина в медных доспехах мне бы очень хотелось знать кто у кого хватило смелости очень много времени я получается трачу на то чтобы разобраться с сельским хозяйством и как-то по-хорошему нужно одновременно наверное заниматься и сельским хозяйством и геологии точнее добычей полезных ископаемых так даже будет более правильно сказать моем случае остался уже порядка одного часа по местному времени до момента когда солнце встанет и мы уже сможем пронаблюдать за картой увидеть кто же участвовал в этом жесточайшем бою пока я вижу только тела гоблинах все так вот давайте теперь помедленнее осмотримся тут совершенно точно были ящерицы не знаю может быть гоблины друг с другом за добычу какую-нибудь подрались там за хвост ящерицы например ладно не будем терять времени так вот сюда приблизились снова нужно построить террин так вот земляную рампу построим ее и и что же делать то опять попытаемся вырубить деревья fell trees вот я здесь их решил зафейлить фейлить вот этот хотя бы хотя бы вот этот сегмент сейчас попытаемся зафейлить и заодно соберем вот этот хлопочек так так это в агрокультуре уже все позабыл а что это мы хлопок не хотим собирать странно а он уже наверное он уже собраны что ли странно давайте посмотрим wild cotton plant подожди а почему тогда вы не хотите его собирать а наверное я не на том уровне был так а так я не просто не то выбирал что-то вот мне нужен был forage больше тут нет хлопка нет больше больше хлопка нет счастью а у меня оказывается все таки два дровосека это хорошо это очень хорошо потому что два дровосека это же ведь очевидно в два раза больше чем один а один там совершенно точно не справлялся ну что ж что же у нас тут дальше то медленно все таки очень медленно они работают но это очевидно потому что я не выставил двойную скорость по крайней мере отчасти они конечно и сейчас тут не сказать чтобы работали как какой-нибудь комбайн но по крайней мере уж вдвоем то в два раза быстрее смогут все это дело порубать а в нашем царстве опять же появится некоторое количество поленьев для того чтобы отопиться ну и яблочек вон тоже парочка в общем то пригодится почему бы нет тем временем у нас неплохо так надо заметить идут дела в эту зимнюю пору потому что вот на одиннадцатый день зимы у нас по большому счету запасы еды то только увеличивается но это потому что я решил растрясти свои зерновые надо думать что именно поэтому так и мне кажется что настало время уже делать отмену рабочих заданий пусть они докапывают вот эти деревья да медленно конечно все это получается но у нас уже закат а потому нельзя нам нельзя нам нельзя нельзя нам так рисковать снять этот земляной скат на следующий день мы по крайней мере сможем этот квадрат уже прибавить к своему царству вот и село солнце у нас все стоп а это да это то что нужно просто почему-то деревянное видимо получилось ну да ладно монетки статуэтки сделаны тут у меня в дичайших количествах делают статуэтки из ячьих костей и это тоже прекрасно и тут у меня одинокий воин которому к сожалению пока еще даже не с кем тренироваться а все почему потому что это но нету для него пары нет у меня сейчас свободных рук вот это кажется что свободные руки но на самом деле это совершенно не так это фермеры это фермеры они просто ждут своего времени что у нас тут на кухне я на репите делаю хлеба но мне кажется что хлеба мне делать не надо давайте посмотрим что у нас здесь по еде где творится так 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 вот еда двести шестьдесят фруктов сто сорок хлебов ноль мяса тридцать сосисок тридцать сосисок это чудесно это означает что нужно заказать сэндвич передвинуть его наверх и делать репит чтобы у меня делали сэндвичи пока такая возможность есть а здесь у нас что делает вино да здесь у нас перегоняют яблочки в вино ну ладно пусть пока перегоняют потому что я совершенно точно на текущий момент не готов к переходу на полностью зерновое обеспечение хотя знаете если сейчас сделать волевое решение давайте посмотрим что у меня здесь есть по зерну точнее не по зерну а по семенам что сейчас важнее вот семена уууу у меня очень мало семян всего четырнадцать вид сит я наверное их даже продавал торговцам да вы может быть вспомните но у меня тогда еще не было этой теории и тем более желание ее проверить поэтому я сейчас не могу я просто хотел сейчас принять такое волевое решение Вырубить яблоневый сад И продолжить Зерновую ферму Примерно расширив ее таким образом в два раза Но уж коль скоро Расширять мне ее Нет возможности поскольку нет семян То я наверное не буду отказываться От яблочного сада Это было бы с моей стороны глупо Вот когда у меня семян подкопится Тогда уже можно будет принять Такое решение И надеюсь что оно окажется правильным А молоко А молоко носить некому что ли Я что понять не могу Подождите Вы кто такие? Вы крафтеры Скажите мне крафтеры А почему вы не занимаетесь переносом молока У вас есть такая возможность Вот ты например дровосек Ты шахтер Ты кузнец И мне непонятно Ребят На полном серьезе Вы почему не таскаете молоко? Тут даже бочки Пустые А они молоко не носят Это они что считают ниже своего достоинства? Подождите А где у меня тогда пиво хранится? А что у меня вообще с питьем? Так Что-то какой-то по-моему Бардак творится в гдомнике государства Питье Чуть-чуть вина Ну понятно Чуть-чуть вина значит черти где А 240 молока Оно в общем судя по всему Все на пастбище-то и киснет Ну ладно Дело ваше Если что бегаете к пастбищу Подпивайте молочка Когда вам будет угодно Вот пошли сэндвичи Смотрите Уже пошли сэндвичи А сэндвичи Как известно Самая лучшая еда Естественно Нужно стремиться К максимальному качеству еды Хотя вот моя теория С так сказать С гном С зерноядными гномами Она предполагает Не максимального качества Еду и питье Но зато Мне кажется Что если Моя теория Окажется жизнеспособной То она может быть Очень интересной С точки зрения Безопасности Нашего королевства Так давайте Немножко еще Займемся Добычей Безусловно Полезных ископаемых Таких как Медь Проведем Минимальную Геологоразведку В этой области Пещеры Посмотрим Стоит ли мне До сюда копать Мне кажется Не стоит Потому что Так Сначала Изменим масштаб Чтобы было видно лучше Можно попытаться Копнуть к этой Жили Тут может даже Оказываться серебро Потому что На ярусе выше Примерно в этом же Месте У нас было Серебро Так что давайте Вот сейчас Эту точку Примерно Примерно здесь Да Примерно сюда Я копну Мне просто Очень бы не хотелось Упускать серебро Поскольку Серебро Это Залог Нашего богатства Серебряные Украшения Стоят Очень Немалых Денег Которые Нам позволят А давайте Я озвучу Еще и Так Стоп Я что-то Куда-то не туда Копнул Судя по всему Давайте-ка Проверим Еще раз Озвучу я Вторую часть Моей теории Я еще предполагал Что можно Жить Скажем На Если бы мясо Не считалось едой Да Вот начнем так Издалека То можно было бы Мою теорию Дополнить Бутербродами Вместо хлеба В качестве еды Выращивая Альпак Потому что Альпаки Кроме мяса Другой еды Не дают То есть они дают Шерсть Которая является Волокнами Но шерсть Это же очевидно Не еда А вот Тут же есть Как известно Три вида животных Это яки Альпаки И эму Эму Приносят нам Как мясо Так и Яйца Причем яйца Они несут В больших количествах Чем на шахтеры филонят Несут в больших количествах Буквально без остановки И соответственно Генерируют таким образом Дополнительную еду Ну да Это оказалось Конечно же Естественно Не могло мне повезти Оказалось Это не серебро А в очередной раз Медь Ну ладно Будет у нас Медные магнаты Мои гномы Так что Альпаки Они подходят Потому что Яки опять таки Тоже производят Источник питья Молоко Причем В громадных Просто таки Количествах Они производят Молоко А вот Эму Эму Это очень интересно Потому что Эму Они как раз Производят Только Мясо Причем именно Через забой Эму Но Поскольку Мясо Также является Едой Считается Едой То Там тоже Становится Перед нами Сложная Ситуация Так 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 Че это у нас Тут такое Малахитик Нашли Это 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 Хорошо Малахит Это Хорошо Это по крайней мере Лучше чем Уголь Потому что Дороже Так Так Что Можно Выращивать Эму Если Вам Нужны Яйца Как источник Еды Такой Дешевый Постоянный Можно Выращивать Альпак Тогда Вам не нужна Будет Грядка С хлопком И Эму Точнее Не эму А альпаки Они также Производят И мясо Ну а Яки Как известно Они Производят Одновременно И еду И питье Поэтому Являются Пожалуй Что Самыми Самыми Наверное Любимыми Животными Поскольку Самыми Универсальными Являются Но Проблема В том Что Ну хотя Для кого Как На самом деле Кто-то Это считает Проблемой Кто-то Нет Но Все-таки Яки Они Несколько Снижают Нашу Безопасность А точнее Нашего Гнома Его Королевства Потому что С яками Очень высок Риск Перепроизводства Потому что Ими управлять Нельзя Они Производят Молоко И мясо Просто В громадных Количествах Нет Конечно Можно Я думаю Посидеть Как-то Попытаться Прикинуть Математическими Формулами Скажем Сколько Яков Должно Приходиться На душу Населения В месяц Примерно Так Точнее Нет Сколько В принципе Яков Должно Приходиться На душу Гном Его Населения Чтобы Жить Безбедно И припеваючи Но Я далек От того Чтобы Засесть Такими Формулами Если Кто-то Из вас Данным вопросом Заинтересуется То Конечно Я С удовольствием Полученными Вами Данными Воспользуюсь Так Малахит Малахит Это Малахит Это Неплохо Так А можно Посмотреть Стоимость Малахита Двоечка Я честно Говорю Не помню Малахит Это по-моему Не то Чтобы Такой уж Драгоценный Материал Был А сколько Вот стоимость Меди Тогда Тоже Двоечка Но это Руда По руде Конечно Судить нельзя Давайте посмотрим Что у нас На поверхности Первый день Подождите Первый день Черт побери Весны Мне же сейчас Могут Прийти Ребятки Мне их даже Встретить Некем Да что ж Такое Это у меня Здесь Где-то Гоблины Шастают Очевидно Зоргморт Я заранее Извиняюсь Перед тобой Мой боец Но Велика Вероятность Того Что тебе Придется Встать На защиту Будущих Поселенцев Ежели Конечно Таковые Заявятся Потому что Всегда остается Вероятность Того Что Никто Ко мне Не придет Понимаешь Богема Условия Для них Неподходящие Так Давайте Вот я сейчас Жду рассвета И по идее Рассвет Он должен Быть Достаточно Близко К моменту Когда Прибудут Либо же Не прибудут Новые поселенцы Из других Гномьих Колоний Так скажем И вот Уже остается Один час Я Примерно Минут за двадцать Переставлю Время Так Чуть-чуть Еще Вот Дождемся С этого момента Когда сможем Выяснить Пришли Или Новенькие Все Посветлело А это значит Что я Давайте сначала Посмотрю Существует ли Опасность Какая-то Для вновь Прибывших Существует Черт побери Опасность Для вновь Прибывших Причем Причем Опасность С мечом С мечом И щитом Ну Вы знаете На самом Деле Мне Честно говоря Даже В некотором Роде Хочется Выпустить Своего Бойца Потому что По идее Мечом С меня Не должны Срубить Часть Доспеха Ну Или Во всяком Случа Это будет Сделать Гораздо Сложнее А поэтому Давайте Ко Выпустим Нет Зачем Я буду Зря Выпускать Если Окажется Что Поселенцы Не пришли Вот Надо Быть Прозорливей Зачем Я Буду Пускать На бой Потенциально Для него Опасный Если Нет На то Необходимости У нас Опять Родился Як Сейчас Нужно Очень Пристально Следить За сообщениями Фух Опасное Дело Стоит Ли Выпускать Его Очень Хочется Выпустить Конечно Вдруг Он Покажет Себя Героическим Бойцом Отлич От всех Предыдущих Моих Бойцов Так А вообще Судя по всему Никто Не пришел Потому что Если Мне не Изменяет Память То Они Должны Заваливаться В 8 Утра Давайте Подождем Еще До 9 До 10 Благо Это Не Такой Большой Промежуток Позвольте Ааа Гоблин с медведем Подрался Да Ну ладно Хорошо Помер Так Помер Опа Гномоды Пришли Черт побери Ребята Быстро Спасаем Гномодов Так Спасительная Самоубийственная Миссия Ну тут Вообще Для них Большая проблема Скорее Медведь Нежели Так Медведя Заметили Но это Ничего Это Ничего Это Ничего Ребята Забегайте Быстро 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 Куда Куда Ты Пошел Куда Ты Закрываем Закрываем Коробочку Ребята Честное Слово Быстро Закрываем Коробочку Отлично Получилось Так Билд Террейн Воу Из земли Сюда Закрываем Никто же Больше Не выбежал По-моему Як Смоется Смотрите Сейчас Як Смоется А нет Як Не смылся Ну ладно Так Ты бежишь Закрывать Коробочку И Да Так Так Еще Чуть Чуть И я Скажу Что Мы Да что ж такое Ты что так медленно Работаешь А Не ну честное слово Все Мы в безопасности И к нам поступило Три новых Гнома Новые Свободные руки Давайте Ладно На радостях Даже Посмотрю Не пришел ли к нам Случайно Какой-нибудь Прокаченный Боец Вот из этого Можно сделать Топорщика Это уже Хорошо Из этого Можно Сделать В принципе В принципе Можно сделать Бойца У него Неплохие Характеристики Это Хорошо Слушайте Это Очень Хорошо И у нас Есть Молотобоец Ну Такой Очевидный Молотобоец Но Правда Сразу Скажу Что Не факт Что У меня Он Станет Именно Молотобоец Потому Что Я хочу Сделать Прежде Всего Отряд Топорщиков Потому Что Для Меня Это Сейчас Вещь Более Насущная Ну Что Ж Друзья На этом Мы С вами Наверное Данную Серию Завершим В следующей Серии Вообще Знаете Жду Ваших Советов Вот Как Вам Кажется Мне Еще Очень Интересно Как Вам Кажется А Стоит ли Мне Действительно Пытаться Реализовать Вот Этот Зерновой Проект Концепцию Продовольственной И Оборонной Безопасности Основанной На Производстве Зерна В Массовых Количествах Отписывайте Своё Мнение Если Вам Хочется Стать Свидетелями Такого Эксперимента Мне Лично Тоже Очень Хочется Его Провести Да И Вообще Жду От Вас Любых Других Советов Пожеланий И Прочего 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 Спасибо Вам За Внимание Друзья И До Свидания Друзья